В голове 100 миллиардов нейронов. Мощнее, чем мозг, во Вселенной ничего нет. У поколения Google память хуже, чем у их бабушек и даже прабабушек. Мы будем все меньше и меньше думать. Чем меньше мы будем пользоваться нашей памяти, тем хуже будет эта память. Ему не надо спать, он не устает. У него не бывает плохого настроения, у него не болит голова, не влюбляется, он не разводится. Вообще, с ним ничего не происходит. Но вы не верите в коллаборацию искусственного интеллекта и нашего интеллекта? Я буду очень рада ошибиться. Придумать, что нам делать, чтобы нам осталось место в этом мире. Чтобы мы могли в нем жить, вообще-то говоря. Я люблю рисковать. Я люблю этот огонь. Где поопаснее, туда я как раз отправлюсь. Татьяна Владимировна, мы с вами живем в очень интересное время. У нас тут начинается эпоха искусственного интеллекта. Я вчера была на вашей лекции, где вы сказали о том, что вы были недавно в Индии и познакомились с разработчиком приложения с искусственным интеллектом, который осенью запускается, да? Да, насколько я понимаю, это так. Я не вправе называть его имя. Равно как и название той сети, которая, когда появится, у нее определенное имя будет. Поскольку она сейчас тестируется, то сейчас ее имя Морфеус. И туда скачали 2000 книг? Нет, туда, у меня нет памяти на цифры. Поэтому это не 2000, это миллионы и миллионы. Это нейронная сеть, или как профессионалы нежно говорят, сетка. Вот эта сетка, она, ее особенность заключается в том, что она не выходит в интернет. Это специально авторы так сделали, что она должна быть автономной. Она не пользуется услугами интернета, а пользуется тем знанием, которое она получила. А именно, ее учили так, как учились мы. А именно, много книг прочла эта нейронная сеть, если можно так выразиться. И это огромные, гигантские объемы. И таким образом, если я, конечно, правильно рассказываю, если вот он, например, сейчас нас услышит, может, он скажет, вы все не так поняли. Это может быть, потому что все-таки это не моя специальность. Но думаю, что я говорю более-менее правильно, что она, это лингвистическая сеть, поскольку она ела буквы, вот, и она, она должна пользоваться тем багажом, который у нее есть. То есть у нее есть интеллект? У нее, разумеется, есть интеллект. Вопрос опасность не в наличии интеллекта, потому что интеллект, ну, они и делаются как интеллект. Так что тут удивляться нечему. А вот чего стоит опасаться? И что подозревают, в том числе и в этой сети, это нет ли там сознания? И не является ли эта сеть личностью? И вот это я вижу как очень большую и серьезную угрозу, и это не только я. Так что это не то, что я проявляю такой алармизм, знаете, и всех пугаю. А этого пугаются сами разработчики, что они не скрывают. И это нас пугает еще больше, понимаете? Потому что если разработчики этих сетей, вот эти вот чат GPT, их же варианты, она не одна. Если сами разработчики говорят, во-первых, эти монстры стали учиться очень быстро. Очень быстро, это значит, не годы, как мы думали еще недавно. Или месяцы, как мы думали еще более недавно. А дни или часы, они очень быстро учатся. Это первое. А второе еще хуже. А именно они начинают делать какие-то вещи, которые не понимают разработчики. Поэтому, если вам будут говорить, таких людей будет много, которые вам скажут, не морочите нам голову, эти искусственные системы умеют только то, чему мы их сами научили. Это было правдой некоторое время назад. Это больше не является правдой. Это самообучающиеся системы. И никто не обещал людям, что искусственный интеллект пойдет по пути догонялок естественного интеллекта. Что они будут стремиться стать, как мы, все ближе и ближе к нам. Они могут по вообще другой дороге пойти. По развитию какого-то совсем другого интеллекта, который мы не понимаем. Такая возможность есть. И есть некоторые признаки. Вы всю жизнь изучали мозг и изучаете мозг, да? Вот в этой схватке мы точно проиграем? Я считаю, что да. Причем это вообще пугающая вещь, которую мы сейчас обсуждаем. А что произойдет? Люди многие вещи не запоминают, потому что был Google. И есть Google, да? Сейчас искусственный интеллект, например, я готовясь к интервью с вами, могу вбить в чат GPT. Иду на интервью с Татьяной Гурганской. Да, и она вам расскажет. И он мне напишет вопросы, да? Да, совершенно верно. То есть мы будем все меньше и меньше думать. Я вам отвечу несколькими способами. Первое – это человек ленив, поэт, любой. Поэтому если есть возможность чего-то не делать, он это не делает. Ну, скажем, если у вас есть пособие, моечная машина, пусть она и моет, правильно? Если есть что-то, скажем, калькулятор, который вместо того, чтобы вам по каким-то формулам пробираться, там, проклиная день рождения, да, он будет вместо вас считать, да, конечно, вы ему это поручите. Это та игра, в которую мы играем. Это значит, что чем меньше мы будем пользоваться нашей памяти, тем хуже будет эта память. Это так же, как с мышцами. То есть если, вот я лентяйка, я не хожу ни в какой там фитнес, и, ну, лениво. Ну, хотя, мне кажется, в вашей жизни это фитнес. Ну, это другое дело, но я имею в виду, что, ну, мы же понимаем на самом деле, если без шуток, то мы понимаем, что если мы не будем тренировать так или иначе, не обязательно фитнес, можно ходить пешком много или по горам ходить или плавать, там разные способы есть. Но если мы не будем тренировать наши мышцы, мы не сможем двигаться, они атрофируются. С мозгом абсолютно то же самое, только там не мышцы, а нейронная сеть. Если вы ее не используете, если вы ее не развиваете, то она затухнет. Мозгу должно быть сложно, это не должна быть, понимаете, галочка прилежного ученика, который он ставит, я сегодня что-то почитал. Нет. Он должен так читать, чтобы у него голова трещала. Вот каждый человек на самом деле уверен, что он же думает, вот я сегодня много думал на работе. Ну, ну, хорошо, может он действительно думал. А вот как понять, думал он или нет? Никак не понять, он должен честно сам. Но себе-то врать вот можно прекратить, самому себе, правильно? Я еще понимаю, можно начальнику сказать, я очень много думал сегодня и страшно устал по этой причине. А сам думал про то, на какое он свидание вечером отправится, да, и во что оденется. Вот, но себе-то зачем врать? Нам с собой-то надо как-то договориться, поэтому мы знаем. Это сложная вещь была или нет, или я дурака валял. Поэтому, да, мозгу должно быть тяжело. Это должна быть литература, которую вы читаете и, возможно, не понимаете. И тогда вам нужно читать критику, желательно умную. То есть не желательно, а точно умную. Дураков не надо читать. Засорять мозг не надо. Вот, а вот пускай умный человек мне расскажет, что это за писатель, что, собственно говоря, он делает, почему это закручено вот так вот, что он имел в виду. То есть это работа, это работа. А можно сказать, что именно поэтому появились вот эти фейк-ньюс, да, фейковые новости, потому что люди перестали как будто бы различать, где ложь, где правда, да? А сейчас очень трудно. Да, вы правы, но я в своем духе еще усугублю как бы эту историю. Дело в том, что технологии становятся с каждым часом, я бы даже сказала, а не днем, с каждым часом все виртуозней. И сейчас с помощью этих технологий, которые, повторяю, улучшаются все время, можно сделать такие новости, что только специальная экспертиза, серьезная профессиональная экспертиза после большой работы определит, что этого ничего не было, а что это склеено, придумано, и лицо было не ваше, а подправили. И в это время вы находились не в Тегеране, а в Балагом по пути из Петербурга в Москву, о чем есть билеты на ваш паспорт, понимаете, и так далее. То есть на самом деле отличить сейчас при этих мощных технологиях, отличить правду от вымысла очень тяжело. Голоса синтезируются, моим голосом все, что угодно может быть сказано, и все варианты, условно скажем, фотошопа, это я условно говорю, потому что гораздо более сложные программы есть, они вам чего хочешь, и вас разместят где угодно, и вы будете со всеми беседовать, и с Кантом, и с Моцартом, и прям там сидите, понимаете. Но это я дурацкий пример привожу, потому что, ну, очевидно, что вы по времени не можете там оказаться. Но в современном мире... Будет сложнее. Да, с легкостью мы сделаем все, что угодно. С каждым разом все будет сложнее и сложнее использовать мозг. Да, но у нас, я вам ведь ответила на половину вопроса, я скажу, что я двумя способами отвечу. Второй ход вот какой, у нас появляется реальный конкурент. Никогда на планете, на нашей, не было ситуации, чтобы одновременно жили так сильно конкурирующие популяции, как может оказаться, именно окажется, что сосуществует в одном и том же мире. Естественный интеллект наш и искусственный интеллект. В чем его преимущество, я вам скажу, у него безграничная память. Ни у кого из людей нет такой памяти и никогда не будет. Ему не надо спать, он не устает, у него не бывает плохого настроения, у него не болит голова, он не влюбляется, он не разводится. Вообще с ним ничего не происходит. Он не спит. И он работает 24 на 7, да? Он не спит никогда. У него не меняются эмоции, у него нет ситуации, когда с этим человеком я готов говорить, этого я ненавижу. Этого ничего нет. Мы не можем выигрывать такую конкуренцию. И его мощь растет с огромной скоростью. Что нам делать? Мы не хотим проигрывать. Нам опомниться. И отвоевать себе место в этом мире. Не поддаваться на провокацию. Я не хочу делать тяжелую ментальную работу, потому что есть кому ее делать. А ты, если не секрет, чем собираешься заниматься в освобождившееся время? Вот хотела бы я узнать. Вот все эти люди, которые говорят, искусственный интеллект за нас будет делать сложную работу. А вы-то в это время что будете делать, я хочу узнать. Когда мне говорят, о таких людей много, что, а вот освобожденный от этого тяжелого физического, умственного труда человек, он будет заниматься креативной деятельностью. Вот он творческий будет. Ничто не заставит меня поверить, что миллионы, если не сказать миллиарды людей, будут писать мадригалы и играть на люкни. Нет способа меня заставить поверить в такой сценарий. А то, что они в сценарии, когда обезумевшие от безделья, безнаказанности, и идиотизма, люди начнут друг друга крушить и разорвут этот мир на части, в этот сценарий я с легкостью поверю. И есть даже термины цивилизация праздности. И такое уже было, например, где Древний Рим. Руины мы видим. И результаты труда тех, кого нет, мы видим. Потому что на этом наша европейская цивилизация стоит. Равно как неевропейская стоит на ваших древних мыслителях, которых давным-давно нету, но они есть. Они есть гораздо больше, чем те, которые этот мир покинули полгода назад. Потому что они создали великую цивилизацию. Поэтому это серьезно. А мы, судя по всему, собираемся прекратить эту цивилизацию. Но вы не верите в коллаборацию искусственного интеллекта и нашего интеллекта? Я не верю. Я буду очень рада ошибиться. У него нет основания с нами дружить. Зачем? Зачем нам с ним дружить? Это я еще могу себе представить. Разработчики говорят, что это нам в помощь. Они либо лгут, либо они не умны, либо они мало знают. Это неправда. Какую помощь? Он пускай делает не мою работу, а тяжелую работу. Чинит водопроводные трубы. Вот у меня к нему такое пожелание. Пускай он делает тяжелую работу. Ведь когда это все начиналось, то говорили, вот физическую работу будет делать искусственный интеллект, то мы займемся высоким. И что? Он делает физическую работу? Нет, он работает с big data. Правильно? И слава богу, потому что люди этого не могут делать. Но не может ни один человек работать с гигантскими базами данных. Я просто хочу этим сказать, что есть масса областей, где его заменить нельзя. Потому что люди этого делать не могут. Но мы-то делаем следующий шаг, а вот это зря. Но все равно, мне кажется, что у искусственного интеллекта не будет никогда вот этих инсайтов, которые происходили у великих людей. Это правда, но он может их искусственно имитировать. Опасность, я думаю, заключается в том, что он будет имитировать эмоции, он будет идеально имитировать, потому что его обучат. Или он сам обучится. На тысячах фильмов, например. Вот как себя ведет человек, который в горе. Он вам будет демонстрировать все это. Он научится имитировать эмоции, и он научится распознавать ваши эмоции. Таким образом у вас, вот мы в Институте психоанализа сидим, у вас появится психотерапевт, который не человек, и если вы сошли с ума, то вы к нему пойдете. А если у вас осталось что-то в голове и в душе, то вы к нему не пойдете никогда, потому что вам нужен человек. Вам не нужна идеальная программа, которая хорошо выучила учебник. Она вам не нужна. Вам нужен не тот, который делает вид, что вам сочувствует, а на самом деле он состоит из единиц и нулей. Он программа. Он просто программа. Вы собираетесь советоваться с программой? Понимаете? Я вижу опасности, реальные опасности. А для нас я вижу только один рецепт, опомниться как можно скорее и придумать лучшими умами человечества, придумать, что нам делать, чтобы нам осталось место в этом мире, чтобы мы могли в нем жить, вообще-то говоря. Детективная работа. Эркюль Паро, привет! И это самая мисс Марпл тут вылезает из-за другого бока. Она сидит, видите ли, вяжет платочек. У нее, кстати, это Александр Григорьевич, мы... Я вас обожаю, вы знаете? И да, не первый раз говорю, еще раз публично признаюсь. Это разные когнитивные стили. Это казахистские удовольствия. Публичность. Что делает Эркюль Пуаро? Он выстраивает причинно-следственные связи. Так он действует, как римское право. Это с этим, это с этим, это с этим. Что делает мисс Марпл? Мисс Марпл сидит и вяжет платок и говорит, помню, помню я, в нашей деревне, ну вы понимаете, это британская деревня, да, где все ходят в шляпках, зонтики, сумочки. Где все время кого-то убивали? Да, где... У нее чудесные деревни, да. Так вот, и она, помню, помню, была у нас Мэри, вот у нее такая Мэри была, вот у нее была такая красная сумка. Что, что она делала? То есть она... Это прецедентное право. Она вспоминает гештальты, она вы... Из памяти это вынимает, она не вычисляет ничего. Она вспоминает, но ведь это в любом случае и то, и это детектив. Научная работа – это детективное дело. Ты сначала собираешь компромат, сколько можешь, желательно, как можно более подробно и побольше. После этого садишься и думаешь, что бы это могло значить. Как может надоесть такая работа, я не знаю. Поэтому я удивляюсь, почему все туда не идут. Кроме того, если это идти вот в нашу, в широком смысле, нашу область, неважно, как мы ее назовем, но вот мы называем когнитивная наука, то есть все вокруг этого, включая, кстати, искусственный интеллект, там же и психология, там же и лингвистика, там же и философия, там много всякого. Мир больше не делится на отдельные области знаний. И что должен знать человек, который занимается такого рода вещами? Он должен знать все вышеперечисленное, в том числе понимать, что такое искусство и много видеть, и это наводит на интересные мысли, и знать про животных, хотя не занимаешься животными, и читать философские трактаты, много чего. И если, предположим, предположим, я решила, предположим, я закончила школу и решила, что меня интересует, как маленькие дети усваивают человеческий язык. Кстати говоря, одна из очень больших загадок, это любой серьезный профессионал скажет, потому что те наивные ученые, которые считают это, потому что он получает input по-нашему, очень много слышит, слышит, он не диктофон. Вот что ребенок не, так это он не диктофон. Если бы усвоение языка определялось количеством этой вербальной информации, которая к нему попадает, он бы этот язык изучал там лет 120, к примеру. То есть недостаточный input, более того, испорченный input, потому что устная речь у любого самого грамотного человека изобилует ошибками. А ребенок, не ребенок, а его мозг, умудряется из этого хаотического и в том числе испорченного импута вывести не что-нибудь, а законы языка, которые здесь пишутся и с помощью которых любой здоровый ребенок Земли через очень короткое время говорит. Так вот, если бы я задумала этим заниматься, что я должна была бы знать? Я должна была бы знать физиологию ребенка, разумеется, и мозга в частности. Я должна была бы знать психологию ребенка, я должна была бы знать довольно много про развитие ребенка как в утробе материнской и что он мог узнать, сидя там. Например, слышит ли он материнский голос, воспринимает ли он мелодию. Ну, не будем продолжать, понятно, что это большой список. Я должна была бы знать лингвистику, потому что иначе я не пойму, что происходит с этим языком, что он делает-то и так далее. И, возможно, я должна была бы уметь, даже не возможно, а точно, я должна была бы кое-что уметь из обучения нейронных сетей, потому что в части таких работ моделируется на искусственном носителе, правильно ли мы понимаем, что делает ребенок, когда он усваивает эти правила. То есть нейронной сети скармливается нечто, и потом смотрит, а она что сделала, она делает так, как ребенок или нет. Мы это делаем в наивной надежде, что тем самым мы ответим на вопрос, как это делает ребенок. Ну, пианист играет, как может, так сказать, что умеем, то делаем. Итого, для, скажем, этой темы я должна много разного знать. Татьяна Владимировна, вы 20 лет проработали, да, в психиатрической больнице? Ну, примерно. 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 Но туда же не попадают с рождения? Ну, в редких случаях, когда человек родился с каким-то диагнозом, да, в основном это все-таки приобретенное заболевание? Или заболевание, которое ждали своего часа, потому что очень много психических заболеваний генетической основы. И тогда, я не врач, сразу всем хочу сказать, но довольно много, как мне кажется, знаю про это. Но врачи, которые бы здесь были, психиатры, они бы сказали, очень часто шизофрения начинает, например, шизофрения начинает проявляться в позднем возрастковом возрасте или там 18, 19, 20 лет, 21, 22. А до этого был веселый, симпатичный, очаровательный человек, которому мир нравился, он всех радовал, и все, потом щелк и поехал. А вот что, что приводит к психическим расстройствам, вот по вашим наблюдениям? Я думаю, что генетика. Генетика все-таки, да? Но не я врач, который имеет право на этот вопрос серьезно отвечать. Это мое впечатление такое. Ну, мы сейчас уедем в область лекций, чего мы не должны делать, но есть, скажем, ну, любой врач, который бы здесь сейчас сидел, он бы сказал, скажем, депрессия, например. Депрессия есть эндогенная и экзогенная. Экзогенная это та, которая вызвана событиями реальной жизни. У этого человека, я не знаю, все погибли на войне, чего ему не впасть в депрессию-то? Здесь было бы странно, если бы он оказался вне влияния этого кошмара, который вокруг него. Но есть экзогенная депрессия, которая не вызвана никакими внешними событиями. А он либо придумывает себе, он говорит, вот чашка не так стояла, и теперь жить я не хочу. Вы же понимаете, что это другая история. И вот это, я думаю, это гены. но врачи меня бы сейчас осудили. Они бы сказали, это гораздо более сложно. Я сама знаю, что это гораздо более сложно. А что происходит в голове, когда у человека панические атаки, депрессия, когда он... Нейронный, это сбой нейронный, реальный, не искусственный, о которых мы в первой половине говорили, а реальный, живой нейронной сети. Сбой ее работы. Она неправильно работает стала. Вот это и происходит. И в зависимости от того, какой это сбой, он может либо впать в маниакальное состояние и хотеть, как некоторые бывшие герои нашей истории, мировую революцию побыстрее начать на планете. Чисто маниакальное состояние. Либо, наоборот, впасть в вселенскую тоску. И это много факторов. Понимаете, здесь и эндокринная, здесь химия, конечно, есть какая, я не знаю, условно говоря, соотношение там серотонина и дофамина. Но это я так пальцем в небо говорю. То есть здесь много факторов, поскольку, когда мы говорим о мозге, мы говорим о самом сложном из всего, что мы знаем во вселенной, то ждать, что там будут простые ходы, просто глупо. А что тогда отличает мозг счастливого человека, успешного человека от мозга несчастного человека, который в депрессии, который ничего не хочет и в негативе живет? Ну, на этот вопрос не хотелось бы так примитивно отвечать, но вынуждена так отвечать. Да, вот у него в том числе и химия в мозгу изменилась, которая проявляется в поведении. Почему я... Это один из возможных ответов. Почему я выбрала этот ответ? Потому что если бы не так, то тогда антидепрессанты, транквилизаторы, там же много лекарств такого сорта, они бы не действовали. Раз они действуют, они действуют на химию, значит, этот фактор есть. А если человек поменяет поведение свое, да, условно, он находился в депрессии, но его родные вытаскивают, да, из этого состояния, его, там, он едет путешествовать, да, он меняет обстановку, меняет общение, меняет окружение, химия в голове у него может измениться? Она и меняется. Здесь встает вопрос один, сто один, или даже тысяча сто, но один, который я сейчас назову, это на тему курица и яйцо, а именно у него изменилось его эмоциональное и психическое состояние из-за того, что химия неправильно потекла, или наоборот, из-за того, у него изменилось его поведение, и в результате этого химия этот ответ невозможно дать, потому что все эти истории с курицей и яйцом, что на что влияло, что было раньше, курица или яйцо, безнадежный вопрос, вот это такого типа вопроса, конечно, она у него меняется, но что было первопричиной этой смены, ответ не дать. Вы изучали, как мыслили великие люди этого мира? Ну, насколько это возможно изучать? Это возможно изучать, если читать дневники, письма, мемуары, если вдруг есть, если это более современные, если вдруг есть разговоры устные, ну, типа того, который мы сейчас ведем, или это могут быть косвенные свидетельства, а именно этот человек написал такую музыку, и как же это вышло? Или он писатель, он пишет такие романы, значит, так он мыслит, но здесь есть ловушки, потому что человек может писать замечательный роман, а при этом как человек, а не как писатель быть так себе, и вести себя отнюдь не так прекрасно, как предполагает его роман, поэтому это сложные вопросы, чтобы получить правду о том, как это было. И еще одна глобальная сложность сводится вот к чему. Дело в том, что человек сам не знает, как это получилось. Вот все, что я на эту тему читаю, а я довольно много в последнее время читаю, потому что меня интересует вопрос, который вы задали. Я хочу на него хоть какие-то ответы получить. И у меня разочарование, потому что как правило эти люди пишут или говорят, да не знаю я, как это вышло. Вот утром проснулся там случайно по пути в ванную головой там о дверь ударился и вдруг понял то, чего я не понимал там, я знаю, 10 последних лет. Но это, может быть, я грубый пример привела насчет именно головой ударился. То есть какое-то происходит озарение. это носит, у этого есть термины, ну это эврика эффект или по-русски это называется ага эффект. Ага, о, вот оно, вот оно. Или по-английски, я не люблю эти слова, но это называется вау эффект. А в голове что происходит? Какая-то новая связь в этот момент? Новая связь. Как-то копилось, 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 ничего не понимал, а потом взял да понял. Мне никто больше ничего не объяснял. И я даже ничего особенного не сидел, не додумывал. А просто вот утром не понимал, а сейчас почему-то понял. Более того, не просто понял, а удивляюсь, как я этого не понимал еще утром. Это же очевидно. Татьяна Владимировна, ну это благодаря чему? Благодаря тому, что человек много читал, смотрел, изучал? Общался? Нет, это такой человек. Можно очень много читать. Он таким родился? Скорее всего. То есть у него было какое-то зерно? Господь милосерден. Вот так вышло. Повезло. Повезло. Понимаете, сколько бы Моцарт не учился играть гаммы, вот хоть 300 лет, он от этого Моцартом бы не стал. Он им родился. Но это тогда, когда мы говорим, о гениях, мы же не обязательно говорить про гениев, это бывает в гораздо более мелком, но замечательном масштабе. Ну, среда. Когда ты вдруг додумываешься. Ну, среда тоже имеет значение. Вот я знаю, что вы из академической семьи, да? У вас родители ученые. Да. И вы выросли тоже в ученого, в выдающегося ученого. Дин, ничего нет. И отец отнюдь не академик, мягко говоря. А вот, пожалуйста. Поэтому мы не ждем простых ответов на любой из ваших вопросов. Я могу выступать со стороны с этой и со стороны этой. Я сама с легкостью себя опровергну. нужно читать письма гениев, нужно читать их дневники, нужно читать воспоминания о них, нужно разбираться с черновиками. Вот скажем, ну, я думаю, все видели, я не знаю, черновики Пушкина, его рисунки и все это. Но это на слуху у всех. Но мы должны смотреть, что он зачеркивал, почему он возвращался. Понимаете? Это мы как бы занимаемся детективной работой, расшифровывая то, как шла их мысль. Почему художник сначала так пишет, потом поверх так пишет, потом вообще это разрывает все, потом пишет еще раз так, как первый раз. Почему это происходит? Это способ подглядеть, как идет мысль, которая не может быть описана алгоритмами. Если мы сумасшедшие, мы ведь не будем, подходя к полотну Сезанна, делать химические анализ его крат. Это важная вещь для экспертов и для реставраторов, я с этим не спорю, но это нам не отвечает на те вопросы, которые мы сейчас задаем. То есть измерение количества краски, потраченного на холст или аналогичные идиотские действия, они не отвечают. Это все равно, что мы берем стихотворение Пушкина и измеряем, сколько союзов и было на странице. На какой вопрос это нам отвечает? Не на какой. Так и зачем измерять-то? Это же не про то. Вы можете сказать, а что? А ничего. Вот я когда читаю определенные стихи, тоже уже я много раз говорила у Бродского, которого я очень высоко ставлю, у него есть стихотворение большое «Сон Джона Дона». Это одна из самых загадочных вещей, которые я в жизни читала. Если вы читали, то вы меня поймете, а если нет, то прочтите. Там не происходит ничего. Это довольно длинный текст. Он просто описывает, что уснуло в доме. «Там кошки спят, торчат их уши», как сейчас помню. «Чашки уснули, ложки, стулья». И так идет большой текст. Перечисление существительных, обозначающих то, что уснуло. А теперь ответьте мне, почему, когда я читаю этот текст, и это происходит отнюдь не первый, даже не десятый раз, у меня мурашки бегут по всему телу. Отчего? Там нет сюжета, там нет ничего. Это магия и шаманство. Они, эти люди, эти счастливцы, избранные небесами, у них есть свои штучки. Они как-то этот мир умудряются расшифровывать, и эта расшифровка не поддается переводу на другие языки. Я не имею в виду английский, французский, немецкий. музыка не передается описанием в этой музыке. Композитор хотел сказать, ты откуда знаешь, что он хотел сказать? Во-вторых, то, что хотел, сказал, слушай. Или плохие экскурсоводы, обожаю. Тоже пример, который я много раз приводила в Эрмитаже. Несчастные шли экскурсанты, у которых была... Не знаю, откуда она взялась, это Хавронья, которая их вела. Вот. Она им говорит, на Ван Гога глядя, она им говорит, здесь художник изобразил куст. Я была близка к тому, чтобы в обморок упасть. То есть, если я слепая, то я зачем туда пришла? Разве эта информация, которая меня интересует, меня интересует, кто такой Ван Гог? Почему у него такой мазок? Почему он это делает? А то, что он изобразил куст, я без них вижу. То есть, я имею в виду, что это не... Это есть вещи, которые не переводятся ни на что. Вот, кстати, к Санитину Владимировичу я спрашивала, по-моему, даже не раз, и меня не отпускает это. А что в мозгу делается? Как в мозгу... Даже не знаю, какой глагол. Ну, назовем, отображается, но это не годится, этот глагол. Скажем, точка. Я имею в виду не зрительная точка, а идея точки. Или ноля. Или равенство. Или степень. Или больше. Как таковое, вот математическое. Я хочу знать, что такое там. Даже если нам удастся вытащить место в мозгу, с которым это что-нибудь связано, это нам не ответит на мой вопрос вообще. Во-первых, и места такого не найдешь. Никогда. А во-вторых, даже если нашел, ну и что? Что это отвечает? На какой вопрос это отвечает? Итого, у меня большие проблемы, внутренние проблемы, как трактовать данные экспериментальных наук. И это меня не только не отталкивает от занятий экспериментально. Я очень люблю работать экспериментально. Просто жизнь заставляет, к сожалению, этим меньше заниматься. Много дел других. Татьяна Владимировна, а что вы скажете по поводу того, что когда говорят, там, общаешься с пятью миллионерами, будешь шестым? Общаешься с пятью, там, алкоголиками, будешь шестым? Нет, я очень скептически к этому отношусь. Я, кстати, общалась за столом с некоторым количеством миллионеров одновременно. И это было не один раз. И один раз меня почти вытошнило. Мне стало очень скучно. Мне просто они были совершенно неинтересны. Но здесь дело не в том, миллионеры или не миллионеры. Потому что просто эти люди были неинтересны. Но я знаю других, которые они такие очень состоятельные люди. Они наверняка миллионеры как минимум. Вот. И это люди, которым, вероятно, надоело просто тратить деньги. И они интеллектуалы. По-настоящему они интеллектуалы. Не придуриваются, что как бы я тоже книжки читал. Нет. Ты просто видишь, что они читали сложные книги, что у них есть идея добра, что они хотят на те деньги, которые у них есть, не только обеспечить себя и семью, что они, разумеется, делают, в этом нет ничего плохого, но они хотят, скажем, давать деньги на образование, науку, они хотят покупать книги и дарить их музеям, не книги, картины, ну или произведения искусства. Они покупают музыкальные инструменты, очень дорогие, и дают их, скажем, способным детям, из которых потом вырастают звезды мировые. Поэтому ответ на ваш вопрос у меня двойной. Дело не в том, кто миллионер, а дело в том, что это за личность. Имеет смысл на эту личность тратить драгоценные минуты, тем более часы своей единственной жизни. Но среда же влияет очень сильно. Конечно, у них была другая среда. Или они не восприняли эту среду. Такое тоже может быть. Что делать нашим детям, которые растут сейчас, рождаются практически с гаджетами, тут плюс искусственный интеллект, они мало читают, завтра какое будущее их ждет? Я уверена, что и родители, бабушки, дедушки, тетушки, там вообще все, семья, они как-то так придумать жизнь, чтобы этим детям читать было необходимо, чтобы им самим хотелось, не потому, что мама с папой говорят, вот ты мерзавец, мы уже 10 поколений как читаем, а ты ничего не читаешь. нет, он сам должен рваться. Вот я помню, у меня есть сестра, которая младше меня на 10 с лишним лет, и она профессор университетской литературы, вед, американец, замечательно способный и все это. Она стала заниматься литературой по интересной причине, а именно ей надоело слушать, при том, что родители ученые, ей надоело слушать, что ты все книжки читаешь, иди, займись делом. То есть, чтение книги было вожделенным временем, когда, чтобы они все исчезли, только все, дали мне книгу-то почитать, потому что ничего лучше не бывает. Вот Юрий Михайлович Лотман, крупнейший историк, теоретик литературы, семиотик, он говорил, литература это возможность прожить другие жизни. Дело не в том, что тебе расскажут завлекательный сюжет в каком-то простеньком фильме. Слушайте, мы сейчас вот наспорт с вами 10 сюжетов придумаем, по ним можно будет фильм поставить. Не в этом же дело, а дело в том, что когда ты читаешь книги крупных писателей, мышлителей, ты получаешь то, чего ты другим способом получить не можешь вообще. Поэтому нужно как-то так сделать, чтобы дети мечтали о той свободной минуте, когда все их оставят в покое и дадут им почитать. Это не должно быть наказанием, это должно быть призом, приз. Я только этого и хочу. Если мы не можем это придумать, сами виноваты. Получим детей, с которыми нам не о чем будет говорить. Ну, девушка из хорошей семьи должна знать, кто такой Вивальди. искусство дает нам абсолютно другое знание. А виртуозы и гении скажем поэзии, они создают то, что без них создать нельзя. Они создают миры, которые ученому даже вот мы с вами точно помним. И прежде губ уже родился шепот, и в бездревесности кружились листы. Мандельштам. Это вообще что такое? Это физик, его должно, теоретический физик, его должно качнуть. Просто в этот момент. Даже это страшная сложная вещь. Или я бы сказала, что тут генетиков должно качнуть. Тот же Мандельштам на стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло. за счастье вот какое-то вечное, предположим, не помню слово. Дышать и жить, кого скажите мне благодарить. А ведь это правда. Вот мы здесь уже пожили, сейчас генетика меня, и не только генетики, биологи распинать начнут. Надышали? Надышали. Значит, здесь геном нас вообще-то летает. Это я намекаю и на ноосферу, если в широком смысле и в более узком смысле. Мы здесь уже жили. Значит, это не та планета, которая может сделать вид, что здесь никого не было. Мы здесь уже есть. И вот они, эти гении, они как-то это унюхивают. У них есть какие-то щупальца такие, органы чувств какие-то особые, когда они ловят вещи, которые другим способом нельзя описать. умнейший Бродский Иосиф, я имею в виду. Умнейший, я говорю, с таким пафосом, потому что можно быть блестящим поэтом, но не быть глубоким философом и даже умным человеком. Не обязательно. Вот он совмещает все себе. Он пишет, язык ведет тебя. Ты сам не знаешь, он это делает, а ты только знай, запиши. Это не на тему, что нам оттуда диктуют, то есть это очень возможно, но я сейчас не это имею в виду, а что сам инструмент, он создает эту ткань, он сам не знает, как это вышло-то вообще. Вот если бы их начать расспрашивать, они скажут, я все сказал, это я опять же 300 раз приводила пример, дурачка журналиста, который спрашивает, Феллини, про что ваш фильм? Там Амаркорд смотрел, про что фильм? Господи боже, но Феллини это гений, он отвечает, смотрите фильм, я все никому не обещал, что я буду говорить вербальным языком, если бы я хотел вербально это сказать, я бы написал роман, эссе, пьесу, там все что угодно, я все сказал, просто это язык другой, это так же как смешно описывать, про что это музыка, вы что рехнулись что ли, эта музыка, вот это ее язык, вот она там говорит, она говорит так, откуда это взялось, музыка есть во вселенной, откуда эти люди, бах, вот спеваков, я на одном из его концертов была, в Петербурге, в капелле, и концерт назывался «Час Баха», я вообще по силе удара, мне просто не с чем сравнить, и он сказал, создатель, когда строил мир, когда начал, Господь, когда начал создавать мир, он слушал музыку Баха, это идиотизм отвечать, что Бах появился после всего этого, но я потом к нему зашла и сказала, ведь когда мир будет рушиться, согласитесь, ведь правда будет звучать музыка Баха, то есть я-то сама уверена в этом, это что-то, у нас есть разные языки, их много, нам никто не обещал, что с нами будут говорить вот этим языком, вербальным, нет, поэтому ученый, современный ученый, который решился заниматься такими невероятными и по сложности, и по интересности вещами, о которых мы сегодня говорим, он должен быть по определению разносторонним, он много разного должен воспринять до этого, и математики, кстати, в том числе, потому что мы тоже уже много раз говорили, мозг, это математика вообще-то, и какая, где она, вот это точно не моего уровня рассуждения, я очень в этом не гожусь. Татьяна Владимировна, последний вопрос, как оставаться такой живой, энергичной, легкой в вашем возрасте? Понятия не имею, я без кокетства говорю, я не знаю, но я такая, как я есть, это все равно, что сказать, плохое настроение, как без меня, бывает, у меня бывает плохое настроение, но я с ним как-то быстро справляюсь, у меня не бывает затяжных, плохих настроений, я что-нибудь нахожу себе в какое-нибудь удовольствие. И мне кажется, вы любите людей еще, я вот вчера наблюдала, вы никому не отказали, со всеми сфотографировались, автографы рождались. Это весь еще профессионализм в этом, я не могу сказать, что я люблю людей вообще, это нет. Я люблю умных, интересных, пускай неудобных, пускай ершистых, но только не глупых, я не переношу тупых, я просто их не переношу, я понимаю, что они не виноваты в этом, то есть у меня рефлексия это срабатывает, как бы, я понимаю, что нехорошо, но он не виноват, что он дурак, но мне просто не нравится. Поэтому я люблю, пусть это будет опасно, интеллектуально опасно, пусть этот человек может ответить так, что он не оставит камня на камне, на камне в том, в чем я уверена, тем мне интересней. То есть я сама туда пойду, вот на этот, я люблю рисковать, и я люблю этот огонь, поэтому где поопаснее туда, я как раз отправлюсь. И самое главное, этот огонь есть у вас. Ну, наверное, вам виднее, мне же изнутри это не видно, это без кокетства, это я правду говорю, это как продолжение вот того, что мы сейчас обсуждали, люди не знают, как эти открытия к ним приходят, как он додумался, также и вот на этот ваш вопрос, я абсолютно честно говорю, что я не знаю, так выходит. Спасибо, Татьяна Владимировна, спасибо большое за это короткое, но очень важное для нас интервью. Спасибо большое, я вам же желаю всякого успеха, и вы очаровательно красивы и быстры умом. Поэтому я вам ответный даю комплимент, и видят небеса, что я говорю правду. Благодарю. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова